Слава Господу! Про Нагорную проповедь Иисуса Христа, вот именно про проповедь Его последователей, и это проповедь апостола Павла в Афинах. И давайте откроем вместе с вами деяние апостола в 17 главу. Вы знаете, вообще есть одна вещь, которая постоянно вызывает у меня, ну, не знаю, как это называть, боль, что ли, скульп внутри меня. Некоторое время назад был концерт в Екатеринбурге, в котором принимала участие наша младшая дочь Алиса. Это был такой концерт молодых пианистов, посвященный творчеству Сергея Прокофьева, у которого был недавно день рождения. И вот там они играли, разные молодые пианисты, и в том числе играла моя младшая дочь. И я слушал тех, кто играл до ней, ну и, конечно же, когда вот не просто чей-то концерт, а сборный концерт, ты не просто слушаешь, а ты еще что делаешь? Сравниваешь, да, кто лучше, кто хуже, там, кто ошибку сделал, кто не сделал ошибку, там, кто остановился, кто сбился, кто сфальшивил, да, ты слушаешь, думаешь, а вот предыдущие много сфальшивил, а моя мало сфальшивил, там, вот, или еще что-то такое. Вот, но, понимаете, там были, ну, одни, наверное, из лучших молодых пианистов нашего города, и поэтому они играли все очень-очень хорошо. И я, когда слушал свою дочь, я так сидел, закрыл глаза, слушаю ее, и это была музыка Прокофьева. Вот, ну, я не знаю, как вам сказать, что такое, кто из вас любит музыку Прокофьева, кто не любит, кто, может быть, никогда не слышал музыку Прокофьева. Но я так скажу честно вам, когда я слышу, как играют Прокофьева, то где человек правильно сыграл, а где он ошибся, лично я понять не могу. Когда играется Прокофьев, там, туда он попал, не туда он попал. То есть, знаете, я скажу так, так, есть, скажем, среди любителей музыки, есть непонимающие любители, вот, которые ничего не понимают. Я был с одним известным пастором как-то на собрании, вот, это даже было не собрание, это было в Москве, а это был такой концерт христианских исполнителей. Мы сидим, а я среди пасторов такой, как бы, имею имидж такого знатока музыки, потому что у меня жена певица, вот, только поэтому. Вот, и я такой знаток. То есть, я тоже любитель, но продвинутый. Они, как бы, непродвинутые, они не понимают, а я понимаю, типа, вот. И мы сидим, и мне пастор говорит один, говорит, слушай, говорит, Виктор, я вообще в музыке ничего не понимаю, говорит. Правильно сыграют, неправильно сыграют. Ты мне говори, кто хорошо сыграл, чтобы я хлопал на этих номерах. А кто плохо играет, ты говори, что плохо, я не буду хлопать. Вот, вот, есть такие люди, вот, как бы, вот, как бы тебе не сыграли, тебе все равно. Ну, то есть, как будто ты особо, особо в этом не специалист, скажем так, да. А есть другие, как я, то есть, как бы, в музыке ничего тоже не понимают, но продвинутые. То есть, как бы, вот, они бросили в свое время музыкальную школу на первых этапах, когда столкнулись с какими-то серьезными нотами. Вот, и, вот, как бы, ну, вот такие продвинутые любители, да. Уже я, как бы, такой продвинутый любитель, там, в оперный театр хожу, там, и как-то слушаю, что-то, и что-то, как бы, я думаю, что понимаю. Вот, и уже, когда играю, думаю, что-то тут не то немножко, так, ты что-то тут как-то спел мне так, и все. Но, когда идет музыка Прокофьева, то продвинутые любители тоже ничего не понимают, типа меня, потому что тут уже нужно, тут уже нужно что-то понимать. Вот, и вот она сыграла, и я думаю, как она хорошо сыграла. И после концерта у меня Диана спрашивает, ну, как тебе, как играла Алиса вот на этом концерте? Я говорю, вообще так хорошо играла просто. Он говорит, а ты не заметил, она же там несколько раз ошибалась? Я говорю, вообще не заметил, вообще не заметил. Как там она ошибалась, что там она ошибалась? Вообще, мне очень понравилось, да. То есть, поймите, там уже такой уровень, где вот я уже понять не могу, была ошибка, я могу только отреагировать на общий настрой. Как человек это делал? А делал он это браво. Делал это он очень резво, очень хорошо. Мне все понравилось. Мне все понравилось. Хотя профессионалы, там, которые сидели, там были какие-то профессионалы сидели на первых рядах, они там что-то записывали, оценивали как-то молодых этих пианистов. У них были какие-то оценки, они уже понимали, они уже знали, ну уже знали про произведение Прокофьева. То есть, для меня в основном все эти произведения были впервые, потому что мое познание Прокофьева, оно как-то вот Петя и Волк, вот это вот, ну еще три апельсина, и все. А там уже что-то такое сложное было, и я уже этих произведений не знал, правильная нота, неправильная, это она сфальшивила, или это задумка Прокофьева была так сфальшивить. Я не понимаю в этом ничего, вот, поэтому мне очень-очень понравилось, потому что играла она очень, по моему мнению, вдохновенно. Вот, но профессионал, он говорит, не-не-не, там вот некоторые нотки не совсем такие, а что-то вообще мимо было. А тут вот другой темп, у Прокофьева такой темп, а она не в таком темпе сыграла. А я откуда знаю, что там у Прокофьева за темп, да? Для меня Прокофьев это Прокофьев, да? Вот и все, вот. Вот поэтому вот так вот оценил, ну и пошел. То есть, я был доволен. Я к чему это говорю? А к тому, что разница между любителем и профессионалом, она не маленькая на самом деле. Определять фальшивые ноты. Я, как продвинутый любитель, больше реагирую на настрой. А профессионалы, они могут там какие-то вещи вычленить. Так вот, драгоценное, я иногда очень сильно расстраиваюсь. Чему ты скажешь? А тому, что мы ходим в церковь годами часто. Мы вот праздновали 25-летие, у нас вообще весь этот 17-й год под флагом 500-летия информации и 25 лет нашей церкви. Да? Два великих события. Вот, и христианского мира. И некоторые, когда сколько у нас людей там? Больше 200 человек у нас в церкви, более 20 лет находятся, да? И мы их поздравляли, и я выражал благодарность им, как пастор. И для меня это, наверное, наивысшая оценка моего служения. Не сколько конференций даже, а то, что есть люди, и их немало, которые вместе идут и служат Господу не 5 и даже не 10 лет, а более 20 лет служат Господу, да? Но, тем не менее, драгоценное. Когда мы приходим, мы постепенно должны все-таки быть уже не любителями, а быть профессионалами. Мы должны знать Слово Божие, мы должны понимать Слово Божие. Потому что порой, а сегодня огромное количество разных проповедей, мы можем слышать в интернете там, где-то семинары выкладываются, ну куча. И вы знаете, немалое количество звучит фальшивых нот. И если ты не разбираешься в Священном Писании, если ты не разбираешься в познании Бога, у тебя нет этого личного познания, то ты не слышишь эти фальшивые ноты, а ты реагируешь на подачу. Если человек говорит с энтузиазмом, если он так красиво все уверенно делает, ну значит он прав, ну так уверенно делает. И мы как бы больше опять-таки реагируем на атмосферу. Мы больше реагируем на подачу, чем на то, что реально, реально звучит. И очень важно, драгоценно, я думаю, становиться вот этими профессионалами. И я думаю, одна из вещей, которую апостол Павел показал вот в этой проповеди в Афинах, как уметь отличать вот эти фальшивые ноты, которые могут под именем Иисуса Христа там с красивыми там какими-то историями проповедоваться в церкви. Есть сегодня очень много разных учений, любую тему возьми, куча разных часто противоречивых друг другу учений. Как узнать, где правда, где нет? По подаче, по уверенности. Так, извините, можно же любую ересь нести с очень уверенными нотками, с очень уверенной интонацией. Как это мы можем вычислить? И вот смотрите, 17 глава, деяние апостолов, 15 стих. Сопровождавшие Павла, проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Вот, Павел остановился в Афинах, чтобы подождать Силу и Тимофея. Афины – главный город Греции. Колыбель греческой культуры, колыбель греческой философии. Само название Афин от богини Афины Паллада, да, одна из богинь греческого пантеона. Город был расположен на нескольких холмах, и самый главный из них – холм Акрополь, где было много их языческих святынь. В том числе на Акрополе был храм Афины Паллады, и на этом храме было бронзовое изображение Афины. И говорят, что это изображение было видно на несколько километров от города. То есть, когда подплывали с моря к Афинам, то вот уже солнце могло, если солнце отображалось, то просто было видно сияние вот этого изображения Афины Паллады. И вот смотрите, 16 стих. «В ожидании их, в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов». «Возмутился» – греческое слово здесь стоит «параксуно», означает «обостриться» или «возбудиться». То есть, что-то… Я думаю, у многих так бывает, когда вдруг какие-то вещи вызывают, они обостряют тебя, возмущают тебя, как-то заводят тебя. То есть, что-то произошло, и он увидел, что этот город полный как бы риги, полный учением о богах. И это привело его в такое состояние возбуждения. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Вот это, в принципе, наша с вами жизнь. Мы должны с вами говорить о боге. И здесь, в церкви, ну в данном случае у них была синагога, да? И на площади. Дьявол очень часто хочет что сделать? Вот благодаря всяким законам, которые сегодня у нас, в стране, там законы яровой, да, придумываются разные, чтобы заставить нас рассуждать о боге только в синагоге, только в церкви. Только вот здесь рассуждайте о боге, вы тут имеете право, а вот там ни-ни. Не говорите о боге там ни на улицах, ни на площадях, но настоящая вера должна думать о боге, говорить о боге, не только здесь, когда мы собираемся с вами, не только в церкви, но на любом месте. Потому что здесь мы собираемся всего раз в неделю, а там, как помните, Павел там в синагоге по субботам, и каждый день со всеми встречающимися он говорил о боге где? На площади. Поэтому, вы знаете, какие бы ни были законы, но это наше призвание говорить о боге, проповедовать о боге. И вот Павел говорил о боге. И вот смотрите, некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. В Афинах были разные школы философские, было несколько школ, и среди этих школ были и эпикурейцы, и стойки. В принципе, на любое мнение, в Греции была философская школа. Причем эти школы очень часто друг другу противоречили. Если эпикурейцы считали, что цель человеческой жизни – наслаждаться этой жизнью, избегать боль, избегать страдания. И эпикурейцы, сам философ, учил, что мы живем ради удовольствия, мы должны получать эти удовольствия. То стойки, наоборот, учили, что мы должны быть бесстрастными, равнодушными к земным благам, что чувственные вещи порождают зло, а вот разумные вещи, и стойки делали именно акцент на разум. Вот если эпикурейцы на чувства, эмоции, то здесь все осталось на разум. Вот разумная жизнь – это правильная жизнь. И вот эпикурейские, исторические философы стали спорить с ним. То есть то, что говорил Павел, не соответствовало ни одним, ни другим. Он не делал ни культ из чувств, и не делал культа из разума. Стали спорить. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. Суеслов, дословно здесь пустослов, то есть говорящий бессодержательно, болтун, бла-бла-бла-бла. То есть что этот болтун хочет нам сказать. А другие говорили, кажется, он проповедует о чужих божествах. Поэтому он благовествовал им и Иисуса, и Воскресения. И взяв его, привели в Ариапаг. Еще один холм. Если Акрополь – это был у них центр религии, холм, то холм Ариапаг – это там, где находился суд. Суд, который также назывался Ариапагом. И интересно, может быть, некоторые помнят, что суд в Греции собирался по ночам, и там как раз обсуждалась моральная и религиозная жизнь граждан. И вот они привели его в Ариапаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Потому что возник у них возможность, новая философская школа. Типикурейцы есть, стоики будут, павликиане. Еще одно философское направление. Вот что это? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. В общем, афиняне очень сильно походили на людей современных, где как бы у нас в современном мире, как называют, время, эпоха информации, сейчас много информации, 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 информации. Такое ощущение, что люди живут ежедневной информацией. Каждый день у нас происходит какой-то впрыск новой информации. Идешь там, утром встаешь и смотришь, а какие там новости? Кто-то в интернете, кто-то по телевидению. Что же там такое новое происходит? Да, там где-то взрыв, где-то там какая-то катастрофа, там какой-то известный артист умер, там что-то произошло, там что-то такое. И прямо живешь, вау, что сегодня случилось, вау, что сегодня произошло. И кажется, такое великое событие, завтра об этом уже все забывают. И там новый впрыск информации. Таким образом, мы как наркоманы живем вот на этой Останкинской игле или на других вещах новые впрыски, как информация. А что там произошло? А что случилось? Ой, там, ой, там, кого избрали, там, мы живем, там, где кого избрали, там, ой, в Америке избрали президента, ой, что это президент, хороший или плохой. Кто-то говорит плохой, кто-то говорит хороший, потом наоборот все говорят, да. И мы все время слушаем, какая-то информация, вау, там сегодня Турция у нас враг, они прямо враг русского народа. Завтра все забыли, Турция наш друг, молодцы все, да. То есть вот постоянно меняется, все уже забыли там, что говорили вчера, что говорили сегодня. Поэтому информационные болтуны, они постоянно меняют идеологию в соответствии там с какими-то своими конъюнктурами, ну и дают нам вот эти впрыски, а мы это все же кушаем, нам это интересно. Информация, 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 информация. В общем, очень мы похожи на Афины, очень похожи. Что это такое у нас новая тут, новая какая-то вера, новая какая-то религия. Давайте послушаем их. И вот смотрите, Истав, 22 стих. Истав, Павел среди Ариапага сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Знаете, я думаю, что вот почему еще вот эта проповедь, мне кажется, она, ну я ее как-то выделяю для себя. Потому что Афины того времени очень сильно, мне кажется, напоминают вот современный мир, современное общество. Сегодня мир как бы такой большие-большие Афины. Постоянно новости, страсть за какой-то новой беготня, за какой-то новой информацией. И при этом, ну, вся статистика говорит, что большая часть населения Земли верующие, то есть религиозные, считают себя приверженными той или иной религии. Причем этих религий очень много. И стойки, и эпикурейцы из всего сделают учение, из всего сделают веру для себя. Особенно набожные, потому что вот это само слово, набожные, особенно набожные, диссидамонен торс, особенно религиозные означает. «Ибо проходя, продолжает Павел, и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Вот вы знаете, когда читаешь это, то вот он ходил там. Но если мы с вами подумаем, кем был апостол Павел? Иудей из иудеев. Равин, воспитанный у Гамалиила, одного из великих равинов того времени. У Павла были большие перспективы. Он, в принципе, прямиком шел в членство Синодриона. То есть он мог быть одним из великих равинов того времени. Безусловно, отлично знающий Писание, изучающий Писание. А для иудеев того времени ходить и рассматривать, вот для набожных иудеев, рассматривать идолов, языческие храмы, языческих богов, это же было что-то немыслимое. Потому что это как бы оскверняло человека. Ой, как это, не положу непотребные вещи пред очами моими, как я могу смотреть на эти языческие божества? И вот вы знаете, во многом вот такой подход перешел и к христианам. Мы ведем себя так, что вот наш Бог, Бог, которому мы поклоняемся, Бог, которого мы веруем, это как бы один из многих богов. И нужно быть верным своему Богу и не посматривать, как бы, ну как любой жене, не посматривать на других мужчин, а быть верным только одному Богу. Потому что посматривание на других богов, оно как бы оскверняет. А может быть даже не оскверняет, а еще хуже, делает человека одержимым. Бесы, бесы, бесы приходят в человека, когда он интересуется другими божествами, когда он стоит перед другими какими-то вот религиями, в каких-то других религиозных храмах, ты становишься полный бесов, полный демонов. И очень популярное служение, как демоны входят в жизнь, как они завладевают человеком, и как вот, честно, их нужно освобождать, освобождаться от них. Вот они освобождаются, освобождаются. Ну и веселая жизнь у них. Они сами придумывают проблему, сами себе ее интересно решают. Вот. А мы видим у апостола Павла совсем другое отношение. Апостол Павел пришел к пониманию, наш Бог – это не просто один из многих богов. Вот есть у нас Бог, есть там у греков Бог, у боги, у римлян боги, у индусов боги, и вот у нас Бог. Ну мы другим богам не служим, пусть им мундусы и греки служат, мы нашему служим. Павел пришел к великому пониманию, о котором он написал в послании к Орифанам. Идол в мире – ничто. И когда ты ешь идоложертвенное, никакие бесы и демоны в тебя не входят. Подожди, подожди. Но это же еда, посвященная идолам. Как же ты оскверняешься, когда там ее ешь? Как же, апостол Павел говорит, идол в мире – ничто, и еда нас не приближает к Богу и не уводит от Бога. И Павел говорит, мы должны от каких-то вещей отказываться не потому, что через них бесы в нас войдут, а чтобы кого-то не соблазнить. Понимаете, да, о чем он говорит? Вот в чем дело. Потому что, как Павел говорит, ну не у всех есть такое знание. Кто-то понимает, что идол в мире – ничто, а есть немощный, для него что? Для него Бог – это один из многих-многих богов. И он говорит, ага, ты ешь там мясо, посвященное кому-то Богу, так что теперь получается, все боги хороши, что ли? И Павел говорит, чтобы люди не запутались, мы должны в чем-то порой себя ограничивать, чтобы не соблазнить немощных верю людей. Хотя сам по себе идол – ничто. Наш Бог – он не один из многих. Он один. Один. И поэтому апостол Павел мог спокойно ходить по Афинам, и спокойно ходить, и смотреть. Точно так же, не знаю, когда вот куда-то едем в отпуск, и ходим там, можно там какие-то буддийские места, там еще что-то, экскурсии же разные есть, да? Тоже, ой, там бесы в меня войдут, демоны войдут. Ты веришь, что вот их Бог – это реально что-то? Кто в тебя войти должен? Кто? Идол в мире – ничто. Ничто. Он ходил просто, смотрел на это все. Я, конечно, понимаю, игра в бесоманию, в бесогонию, вот в это все, она очень увлекательная. Она очень, вот, там свои законы жанра, там у людей свои квесты, там у них свои придумки, они просто увлечены. Если кто-то из вас увлекается, благослови вас, Господь. Ну, у апостола Павла другое было понимание. Он ходил, спокойно рассматривал, спокойно ходил по этим храмам, смотрел. И вот, смотрите, он говорит, проходя и осматривая ваши святыни, он ходил и осматривал. Вот. Я нашел жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. И вот, смотрите, в принципе, вот это вступление было, дальше он начинает проповедь. Бог, не Боги, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, Он один, один, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих. Здесь дословно написано, не требует, чтобы кто-то служил, обслуживал его, как великого вельможу. Надо, чтобы там куча была слуг, потому что он сам там не может ничего. Ему нужно еду принести там и унести, если ему жарко, чтобы кто-то там апохалом над ним веял. Бог, Он не нуждается в этих вещах все. Он не нуждается. Вы понимаете, Он не нуждается. Не нуждается. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему, жизнь и дыхание и все. Он даятель. Бог даятель, не имеющий нужды ни в чем, никакой. Постоянно давая и давая и давая, оставаясь переполненным, потому что Он великий, безграничный и бесконечный. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания. Вот дословно, там даже слова кровь нету, написано, от одного, от единого, Он произвел весь род человеческий. Вот от единого. Для обитания по всему лицу земли. Бог дал нам эту землю для обитания. Назначив предопределенные времена и пределы их обитания. У каждого из нас есть эти пределы пространственные и временные. У каждого из нас. Каждый из нас когда-то появился на этой земле. Каждый из нас. В какой-то момент. Я 45 лет назад, ты, может быть, 20 лет назад или 35 лет назад. И у каждого из нас будет финальная точка. Наш временной предел для этой земли. И дальше этих пределов мы не зайдем с вами. Это наш предел здесь. Мне интересно было бы, иногда вот мечтаешь, а вот бы посмотреть, как было. И вот у каждого есть свое время. Моя жена, она говорит, я бы очень хотел где-то быть в 18 веке, когда еще не было техники, компьютеров и машин. Она не любит. Ей хотелось бы там побыть, пожить, посмотреть. У меня есть тоже в разные периоды, там бы интересно было бы оказаться. Вот в средние века, где-нибудь в 16 веке в Германии бы интересно было бы оказаться, посмотреть там вживую на реформаторов, на Лютера. Или в свое время оказаться в конце 14 века где-нибудь в Праге и оказаться в Вифлеемской часовни, послушать проповедь Яна Гуса. Невозможно. Ну или, конечно, бы там 2000 лет назад в Израиле, где-нибудь в Галилее, послушать этого Назарянина, Иисуса из Назарета. Да? Вот интересно. Невозможно. У тебя есть предел на этой земле. Есть вещи, которые ты не увидишь, потому что ты родился позже. Есть вещи, которые ты не увидишь, потому что они будут позже твоей смерти. Вот есть определенный предел. И у нас точно так же есть определенный пространственный предел. Пространственный. Многие из нас родились вот в этом городе, да? Может быть, ты хотел бы родиться где-нибудь в другом. Вот если бы ты точно такой же родился где-нибудь в другом месте, у тебя бы и вся жизнь могла бы быть другой, правильно? Родился ты день там в Кении, в Африке. Совсем другая жизнь. В Майами тоже другая жизнь. Я родился здесь. Буквально вот рядом с этим зданием, где находится Институт охраны материнства и младенчества, ОММЭ. Вот я там и родился. Его сейчас сносить хотели. Вместо моего рождения я помолился, они снесли. Ну, когда вот эту центральную улицу, знаете, туда же сейчас ведут, да? Хотели снести. Вот. Я думаю, как же я там родился, они снесут. Вот. Я не хочу родиться на улице Ленина, прямо в центре. Вот. И есть место вот, большую часть своей жизни, лично я провел здесь, в этом городе. Это мой предел. Есть, конечно, пределы, там где-то можно побывать, там в Европе, в Америке, в Африке, ну, на какое-то время. Ну, естественно, я понимаю, что я не смогу побывать везде, даже если взять мою страну. И у меня есть предел. Я могу быть в одно время, только в одном месте. И моей жизни не хватит, чтобы побывать везде. Есть предел. Я не только там, во всех местах мира, да даже во всех местах Урала невозможно побывать за свою жизнь. То есть мы ограничены временем, и мы ограничены пространством. И возникает, конечно, вопрос, ну, если ты, Господь, создал нас, ты создал нас, а зачем ты нас создал? Вот в этом ограничении времени и пространстве, вот зачем все это нужно? Для чего? Лично меня вот вопрос о смысле жизни, он и привел в церковь. Слава Богу, у меня не было других проблем, которые мне нужно было бы решать с Божьей помощью, там, со здоровьем или там еще с жизнью, как некоторым. Некоторых в церковь привела нужда, беда, боль. Меня все время привела в церковь вопрос, привел в церковь вопрос о смысле жизни, а зачем? Вот я вот тут живу, вот тогда-то родился, когда-то умру, вот тут я живу, а зачем я вот тут родился в это время и живу в этом месте? Зачем? Вот смысл-то? Это как в школе, помните, мы решали задачки, я не знаю, как сейчас, но раньше в основном как-то задачек было много по математике, связанных с грузовиком, который выехал из пункта А в пункт Б. И там нужно было определять то скорость, то расстояние, то время, помните, да? Все нужно было считать. И вот иногда ощущаешь себя таким грузовиком, который выехал вот, из роддома и едет на кладбище. Я все продумал в своей жизни, я даже, когда я буду похоронен, все решил. Сам не продумаешь, все будет не так, как ты хочешь. И вот ты едешь из роддома на кладбище. В этой задачке никогда не было написано, зачем этот грузовик поехал. Какая цель? Зачем он вообще выехал? Почему он поехал в пункт Б, а не в пункт В или Д? Там нужно было все вычислить, либо время, либо расстояние, либо скорость. То есть такие чисто внешние параметры. И точно так же у нас есть вот такие чисто внешние параметры в жизни. Вот для чего мы живем? Вот для чего мы живем? Такие чисто внешние параметры. Ну какой смысл жизни там? Смысл жизни? Общаешься с Размиром, а какой твой смысл жизни? А цель твоей жизни какая? А цель твоей жизни? Я недавно общался, а цель твоей жизни? Пастор говорит, вся цель моей жизни, живу ради детей и внуков. Она говорит, вся цель моей жизни, вот чем я поглощена. Я такой подумал, интересно, а когда ты была маленькой девочкой, ты тоже так думала, цель моей жизни – дети и внуки. Не было же так? Я не говорю, что плохо помогать детям, помогать внукам, но это какие-то, по моему мнению, довольно внешние параметры. То есть это как бы мы живем ради того, чтобы тут жилось и все продолжалось. Ради чего? У нас у христиан бывает так вот хорошо – и исполнить призвание на земле. И как бы исполнить. У нас есть цель, его нужно исполнить. Главное – это призвание найти. Да тут проблема. Но если ты нашел, то все исполняешь. И тут сразу думаешь, вот смотришь на каких-то, на корову, например, у нее цель – давать молоко, да? Она свое призвание исполняет. Дает молоко. Или курица. Каждый день дает по яйцу, да? Вот ее цель в жизни – давать по яйцу, чтобы у нас утром был омлет, была яичница на завтрак. Курица свою цель исполняет, что-то совершает. И точно так же мы думаем, вот нам что-то нужно тут такое как бы совершить. Вот такое что-то такое совершить, такое исполнить по мере фантазии. Кого-то великого, кого-то поменьше. Апостол Павел в этой проповеди, знаете, мне кажется, очень просто, очень ясно показывает вообще, зачем все. И он говорит, смотрите, 26 стих еще раз прочитаем. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». И вы знаете, здесь очень интересно. Апостол Павел показывает, что Бог недалеко от каждого из нас. Прямо скажем, очень близко. Почему? Потому что Он везде. Потому что мы верим в Господа вездесущего. Не нужно ехать в Афина, чтобы познакомиться с Ним, или в другой великий какой-нибудь духовный центр, чтобы пережить Его. Не нужно. Он здесь, Он рядом. Он прямо вот здесь. И нет ни одного места на земле, где Его было бы больше, чем сейчас здесь. И нет ни одного, где Его было бы меньше. Он здесь. И цель нашей жизни, смотрите, «Дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли». Само слово «ощутят» – это псилофао, означает нащупать, осизать. То есть, что-то, с чем ты лично соприкасаешься. Лично соприкасаешься с Ним. Вот буквально, буквально осизаешь Его. Вы знаете, здесь очень интересно, потому что, когда вот мы говорим о смысле жизни, да, само слово, выражение «смысл жизни», смысл включает в себя смысл, мысль или мышление. Мы очень часто хотим понять цель этой жизни через наше мышление. А это невозможно. Потому что жизнь намного больше, чем мышление, чем вообще разум. Потому что Иисус сказал, «Я есть им путь истинной жизни». Жизнь – это всё. Мышление – лишь одна из частичек этой жизни. Как ты хочешь с помощью меньшего понять больше? Никак. Вот почему, когда в нашем разуме мы пытаемся найти какие-то ответы, мы их находим, но через некоторое время мы словно вновь их теряем. Потому что они словно ускользают из нашего разума. И то, что нас удовлетворяло вчера, сегодня нас перестаёт удовлетворять. Те ответы в мышление, которые казались для нас хорошими, раньше, сегодня уже вызывают сомнения. Словно, вы знаете, вот Господь постоянно выскальзывает из нашего разума. Когда мы пытаемся нашим разумом познать истину, вроде бы познал, потом через некоторое время уже по-другому совершенно думаешь. Это всё равно, что, знаете, пытаться… Стакан можно, да? Вот с помощью стакана измерить океан. Ну, вроде бы вот логично. Мы в стакан можем наливать воду, да? Есть вода. Океан – это вода. Давайте измерим океан стаканом. Это нереально. Всей твоей жизни не хватит, чтобы измерить, сколько стаканов находится не то, что в каком-то океане, хотя бы в нашей речке и сеть. Да хоть пусть мы всей нашей церковью там зачерпываем, выливаем. Мы никогда не измерим. Слишком маленькая мерка у нас. Или потому что с помощью какой-нибудь там линейки пытаться измерить там расстояние до какой-нибудь там луны. Скажешь, ну как, это же расстояние, а линейка что, мерит расстояние? Давайте будем измерять. Но это смешно. Это смешно. Меньшим невозможно передать большее. Или, как помню, на одной из проповедей вспоминали Ильфа и Петрова, у которых в «12 стульев» персонаж Эллочка-людоедка, у которой было 30 слов. И там она сравнивалась с Шекспиром, словарь которого 10 тысяч слов. И вот попытайтесь сонеты Шекспира перевести на язык Эллочки-людоедки. Разные сонеты языком Эллочки будут звучать очень похоже. Там парниша мрак. Или там у вас спина белая. Не учите меня жить. И вот эти вот детали там Шекспира, вот его какие-то вот размышления его, красота языка, нереально передать язычком Эллочки-людоедки. Точно так же, когда мы хотим постичь смысл жизни, да, смысл, то есть нашу мысль, понять жизнь, цель этой жизни. Мы будем биться и биться и биться. Почему так много было в Афинах разных противоречивых друг другу философских школ? Почему? Ну потому что один думает так, а другой думает так. У одного вот так мысль пошла, у другого сяк пошла. Они встречаются, и каждому кажутся его аргументы убедительными уровнем разума. Вот попытка постичь истину и доказать другим с помощью разума. И что-то похожее сегодня происходит в церкви. Поэтому я не шутил, когда вот с Олегом мы разговаривали. Я говорю, в действительности очень трудно договориться проповедникам на основании их каких-то учений. Один так считает, другой так считает. Ну и каждый уверен, что так как он считает, так и Бог считает. Почему? Потому что это же он так считает. А Бог с нами. В это очень легко верить, что бы ты ни совершал. Даже если ты строишь концлагери, ты веришь, Бог с тобой. Люди могут делать самые безумные, ужасающие преступления и верить, что Бог с ними. Почему? Но это же они. А с кем же еще как не с ними быть Богом? А с врагами, конечно, дьявол. Конечно, лукавый. И вот драгоценное, когда мы пытаемся это сделать, то мы видим, что не получается. Но апостол Павел здесь, смотрите, показывает, дабы они искали Бога, не ощутят ли, да, осизать, нащупать, и не найдут ли. Хотя он недалеко, он здесь, и он сейчас. Ибо мы им, что значит он недалеко? А очень просто. Им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно. Я вам напоминаю, что он это говорил в Афинах. До сих пор туристы со всего мира идут, едут в Афины, только чтобы посмотреть не то, что видел Павел, а остатки того, что видел Павел. Насколько эти величественные, там, Акрополь, все эти статуи, хотя самых великих статуй Греции, там, там, Зевса Кемпийского, сегодня не осталось. Во многом остались руины. Люди даже руинами восторгаются. А во времена Павла храмы, идолы, греческие мастера так все искусно, так все красиво делали. Так что сегодня даже люди, чтобы посмотреть на их статую без рук, приезжают за 3-9 земель. А тогда они с руками были. Вообще красота. И вот этим людям Павел говорит, божество, не нужно думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вот тут вот наша мысль хорошо работает во всех этих изображениях, в творчестве. Вот тут хорошо. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И дальше мы видим, какое возмущение проповедь Павла вызвала в Афинах. Но вот посмотрите, апостол Павел им показал, говорит, не думайте, что вы можете постичь его, познать его через вот эти все человеческие вымыслы в виде камней, в виде изображений, я скажу, или в виде разных учений. Я раньше так считал, нужно найти единое, самое правильное, самое верное учение, как только ты его найдешь, все, Бог откроется перед тобой, и ты все познаешь. И вот ищешь, и ищешь, самые лучшие учения, какие-то самые правильные, толкования Библии, или еще что-то. Смотришь, жизнь идет, вчера ты считал одно толкование лучшим, сегодня другое толкование уже тебе кажется лучшим, а Бог где-то вот там. И вот в конце проповеди Павел и говорит, что нам надлежит всем покаяться, покаяться еще одно греческое слово метаноия, которое означает изменение мышления, когда ты меняешь образ мышления твоего, не просто совершаешь какой-то обряд, или выходишь сюда вперед, ты можешь сто раз выйти сюда вперед, сто раз повторить одну и ту же молитву. Это лишь внешнее действие, которое ничто, если внутри ты не меняешься, потому что покаяние это не ритуал внешний, это что-то внутри тебя меняется, подход меняется, как в свое время у апостола Павла это произошло, когда он покаялся и уверовал в Иисуса, потому что он был одним из последователей иудейской религии, тоже со своими пониманиями, наш Бог, не наш Бог, вот это можно, вот это нельзя, но он пережил, что он пережил? а вот то, о чем он и пишет, по дороге в Дамаск он и пережил вот это, вот как в 27 стихе, смотрите, «дабы они искали Бога, не ощутят ли, не найдут ли», вот это слово псилофао, нащупать, осизать, вот он пережил соприкосновение с Иисусом, когда Господь спросил его, Савл, Савл, зачем ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь, и вот это переживание, соприкосновение с Иисусом всю жизнь его преобразовало и изменило, это произошло не в теологическом диспуте и не в том, что ему говорили одно, он говорил другое и вдруг его переубедили. Я вообще не знаю, как такого, как человека, как Павел, можно переубедить. Такие люди, по-моему, вот они вот не имеют цели, они не идут и попробуют. Вот только божественное вмешательство может что-то сделать, когда Бог вошел в его жизнь и он соприкоснулся с Ним. И он пережил вот эту встречу с Ним, личную встречу с Ним. Это больше, опять-таки, чем просто мышление или еще что-то такое. Это вот переживание, единение. И вот в тех пределах, которые каждому из нас даны. У Павла были свои пределы, да, и временные, они очень отличаются от наших, и пространственные. У нас свои пределы, но каждый в своих пределах имеет достаточно, чтобы его найти. Каждый имеет достаточно. Почему? Потому что Бог всегда, Он вечный и везде. Он вездесущий. Не нужно ехать в Иерусалим, чтобы найти его. Или в Афины. Он здесь находится. Нам не нужно мечтать, а вот бы две тысячи лет назад оказаться в Иерусалим, где-нибудь в Галилее, и увидеть лично Иисуса. Мы можем переживать встречу с Господом в наше время. как Павел говорил Галатам Иисуса, который распят словно как бы предвавшими глазами написано в современном переводе. Мы можем переживать с Ним встречу лично, искать его, не ощутить ли его. И вот когда ты начинаешь переживать соприкосновение с великим и вечным Богом, то ты постепенно из разряда религиозных людей, убежденных верности его мышления, его учения, переходишь в другое, когда ты уже не просто слышал о нем или тебе рассказали, а ты вкусил его. Ты начинаешь вкушать его. И когда ты начинаешь вкушать его, ощущать его, переживать его, внутри себя приходит это познание Бога, и вы знаете, и после этого сразу приходит внутри понимание, ты начинаешь слышать фальшивые ноты. то, о чем я говорил в начале. Начинаешь слышать вот вот эту фальшь, то, что раньше, может быть, тебе и нравилось, потому что это, может быть, было очень ярко подано, очень убедительно, и люди, говорившие это, были очень такие энтузиасты были, очень вдохновенные были тем, что они говорят, и тебе это очень нравилось. Но теперь просто за внешней уверенностью всеми вещами ты начинаешь словно различать саму суть, саму суть. И из человека, который, может быть, много знает о Боге, ты становишься тем, кто немного знает Его. то, о чем Павел говорит, о соединяющейся с Господом, есть один Дух с Господом. Вроде бы не так давно у нас вот это был Новый Год, да, а сейчас смотришь, а сегодня у нас последнее собрание зимы уже, Следующее собрание у нас уже первое весеннее собрание. Так быстро, быстро бежит время. Только что, казалось бы, молились за коробку мечты, за наши цели и планы на 2017 год. А вот уже, смотришь, зима проходит. И в начале года я говорил, да, вот есть те, кто не дожили до этого года, даже в нашей церкви. есть те, кто и церковь, она состоит не только из тех, кого мы видим, есть облако свидетелей, есть те люди, которые уходят в вечность. На прошлой неделе у нас ушла вечность, одна из лидеров церкви Галяминских, да, Людмила Захаровна ушла вечность, одна из, наверное, тех сестер, которые чуть ли не с самого начала церкви у нас находятся, находились в церкви, но она и сейчас находится, просто уже в невидимом мире. Вот ее предел закончился на прошлой неделе. Вот ты ее прожил, а она уже не прожила до конца. Видно было даже еще на прошлом молитвенном выезде осеннем, что ей уже было тяжело, ей было плохо, но даже предположить я не мог, что так мало осталось. Ее предел наступил. Все, наш еще нет. Мы не знаем этого предела, но пока он еще не наступил, ищи Господа в своем сердце. Не нащупаешь ли ты его, не переживешь ли, хотя он недалеко здесь находится. Бог нам дал вот этот, говорю, год. И, конечно, у каждого есть планы, у каждого есть какие-то цели, у каждого есть мечтания, но самое главное, что для меня лично, вот я, когда начался год, и мы писали планы, и у меня только один план, я вот смотрю так, думаю, Господи, так вот вроде бы все, вот у нас уже в церкви здание, так все хорошо, это, конечно, можно улучшать, как говорил Райкин, до бесконечности можно улучшать, до бесконечности, нет предела, да, видели, и акустику сделаем, и у нас, конечно, планы большие, там красивую сцену наконец сделать, колонки там подвесить, чтобы звук был красивый, и сделать, потом балкон здесь сделаем, все-таки потолки 10 метров, тут можно все много делать и улучшать, но какая моя цель жизни, балкон здесь, ну, сделаю балкон, и Господи, забирай, сделаем акустику, и Господи, забирай, сделаем красиво сцену, и все, господи миссия закончена какая цель да не балкон для меня цель и некрасиво и цены и извините прославление даже не акустика не колонки цель ощутить его пережить его больше чем я его переживал в шестнадцатом в пятнадцатом в четырнадцатом потому что он недалеко от каждого из нас он находится здесь вот для меня это самое главное в 2017 новом новом году познать его пережить его наполниться и я давно уже оставил тщетные попытки понять его своими мозгами так до развиваться так до изучаться всяких библейских комментарий толкований кроме путаница это мало что дает если бы бог понимался с помощью мозгов чем умнее тем больше его познаешь а это ведь не так бог часто обходит всех головастиков и приходит простым людям к младенцам и грудным детям которые открыты перед ним поэтому чем бы мы не занимались какими бы у нас не были успехи там наших планах наших там целях твоем бизнесе должен всегда внутри себя оставаться вот этим ребенком который просто нуждается в ощущении любви твоего небесного отца вот и все ощущение любви твоего небесного отца я сегодня утром когда проснулся и мне обычно сын он раньше всех встает и он знает что утром лучше никому не идти кроме папы и он бежит ко мне из другой комнаты несется и прибегает ко мне в комнату только для того чтобы мы с ним обнялись я его поцеловал он прибегает я его обнимаю я его целую и он дальше делает уже там что хочет там папа шли кашу есть или еще что-то но вот это нужда утром просто прийти и обнять папу своего или когда я ухожу куда-то он тут же несется и иногда бывает так что нужно быстро уходить а он там где занят и он не успевает я уже я ухожу из дома а он не успел со мной попрощаться и вот мне потом говорит там либо жена либо там кто с ним сидит вот он все кричал и орал я не успел поцеловать папу я не успел обнять своего папу он ушел он ушел они там набирают телефон и дают ему говорю сыночек я приеду ты не переживай приеду обниму тебя вот это знаете вот это потребность просто обнять и поцеловать вот ощутить он в этом нуждается не об этом ли говорил бог если не будете как дети не войдете в царство небесное мне один человек говорит Виктор говорит вот когда ты сейчас рассказываешь о твоих переживаниях Бога а что это тебе практически дает вот он меня спросил Виктор а что это тебе практически дает я вот так вот тоже задумался а что это мне вот практически дает а вот что практически дает моему сыну просто вот обнять и поцеловать вот казалось бы практического смысла это не несет после того как он меня обнял у него игрушка новая не появляется понимаете это вроде бы практически ничего это ему не несет вот потребность соприкоснуться и там детские педагоги психологи говорят что вот от этого соприкосновения ребенка и родителя у него что-то происходит вот видимо ничего еды не прибавляется игрушек не прибавляется но что-то внутри у него формируется формируется внутри у него что приносит ему в дальнейшем уверенность говорят вот дети недолюбленные которых недообнимали они потом всю жизнь не могут вот эту любви это объятие найти то есть поэтому вроде бы моментального это ничего ему не дает видимого вот в тот момент когда он обнимает ничего это не дает вот это соприкосновение оно его всю судьбу созидает который сейчас то и не видно но всю дальнейшую судьбу вот точно так же когда мы приходим чтобы просто вот соприкоснуться просто просто вот обнять его просто ощутить его когда ты утром просыпаешься и просто молишься подожди подожди утром такое время нужно успеть позавтракать там зубы почистить причесаться собраться ну куча дел что а ложишься то как правило поздно поэтому не хочется сильно рано то вставать чтобы не ходить весь день не выспавшимся и тут еще находить время да не часа хотя бы полчаса чтобы помолиться это ж такая какая то вот ну такая роскошь что ну не могу себе такое позволить когда нибудь потом и вот если люди они не могут а к тому же а какая выгода если бы там помолился и в два раза больше денег и почему в церкви возникли учения да там что служи богу и ты будешь получать в 30-60-100 крат там денег богатство всяких вещей да но чтобы хоть как-то заинтересовать людей общение с богом это выгодно и люди входят в церковь и им это говорят выгодно выгодно они походят год походят другой понимают обманули два года хожу а миллионером не стал уже целый год в этой церкви а до сих пор своего автомобиля нет непрактично верить в господа но в действительности когда ты вот просыпаешься раньше для того чтобы просто соприкоснуться с ним тебя жизнь другая становится это больше чем опять таки мышление больше чем какие-то понимания просто с ним когда ты выделяешь каждый день да вот у нас есть ежедневное чтение библии когда мы читаем пару глав из ветхого одну главу из нового завета просто вот казалось бы это мало три главы это не долго в принципе чтобы это прочитать ну 15 минут спокойно хватает но чтобы просто вот почитать подумать вникнуть ко мне уже столько людей подошло за эти два месяца и сказали пастор говорит вот мы начали в этом году наконец-то библию поплавно читать и вроде бы мы ее раньше читали а столько вещей снова открывается и открывается и открывается причем часто открывается не для ума не для мозга а как будто в сердце что-то происходит вот это даже иногда сформулировать тяжело понимаете да вот вот иногда вот библию почитаешь и чувствуешь бог коснулся ты встречаешься и говоришь слушайте вы сегодня утром читали по плану да читали а что вот как ты мне бог коснулся расскажи а ты рассказать даже не можешь вот ты просто переживаешь его прикосновение вот как вот у сына спросить а зачем ты по утрам обнимаешь ну что ты получаешь то от этого зачем тебе нужно ну не знаю но на самом деле это то что наполняет его уверенностью радостью гармонием на всю его дальнейшую жизнь точно так же и мы мы читаем его слово мы молимся для чего у нас вот у нас ведь очень много в церкви разных служений и и и разные служения как вектор в новом здании нам не хватает места столько людей которые недовольны одним нужно одно другое нужно другое и при этом мы целое большое несколько даже помещений уделили для дома молитвы в церкви да почему потому что мне кажется это одно из самых важных вещей не только в воскресенье здесь но в любой день чтобы ты мог прийти сюда в церковь для чего просто соприкоснуться мы не сделали это чтобы туда приглашать великих проповедников проводить там семинары великие учения какие-то только для того чтобы как можно больше времени в церкви было место где молятся читают библию славят господа чтобы любой человек вот в любой день мог просто прийти туда встать на колени или просто сесть или встать так неважно для чего соприкоснуться с ним вот и все вот и все но это единственная цель настоящая цель нашей с вами жизни в пределах времени и пространства которое каждому из нас дано Богом переживать его ощущать его наполняться им и наслаждаться им и вы знаете и в этот момент приходит такая радость такой мир и тебе даже непонятно как раньше ты мог из-за какой-то ерунды переживать хотя тебе раньше казалось что все жизнь закончена а ты пообщался с господом думаешь вау чего я из-за ерунды переживал чего я так страдал-то из-за всякой ерунды недаром говорят что о смысле жизни задумываются только несчастные люди потому что когда тебе хорошо например вот какой-нибудь такой вот ты находишься среди друзей у вас какой-нибудь такой большой праздник и всем хорошо все радостные вообще вы смеетесь вот такой момент когда ты просто наслаждаешься вот тебе просто хорошо либо с семьей там там либо еще где-то либо не знаю где еще можно просто вот такая детская радость а мы с пастырями были когда вот в америку ездили я специально взял время чтобы мы съездили с ними в парк около диснейленда там есть универсал парк универсал студии давайте просто целый день покатаемся на горках американские там всякие аттракционы и все моменты и пастор такие Виктор даже для детей говорит пойдемте покатаемся они потом так меня благодарили и вот ты знаешь вот они бегали как дети по этим этим аттракционам и ты знаешь вот когда ты катаешься на американской горке и ты спросишь а в чем смысл жизни когда тебе хорошо таких вопросов не возникает вопрос о смысле жизни возникает только у людей у которых не очень в жизни думаешь мне и так не очень а зачем я живу потому что когда ты радостный когда у тебя мир когда правда божья наполняет твое сердце ты не задаешься вопросом о смысле жизни царство божье это праведность мир и радость духе святом когда ты наполняешься господом когда ты чувствуешь его присутствие когда внутри ты ощущаешь гармонию с небесами у тебя вообще не возникает вопроса зачем я живу когда ты ощущаешь его присутствие в своей жизни этот вопрос тебе просто смешной тебе даже непонятно как ты раньше мог об этом думать потому что смысл в жизни в самой жизни а жизнь это бог когда ты сливаешься с ним ты в этой жизни находишься ты счастлив ты радостный когда ты не в нем вне радости вне мира ты сидишь и думаешь а в чем братья и сестры смысл жизни и у тебя непонятно и сколько бы тебя не убеждали сколько бы проповедники тебе не давали ответ смысл жизни братья и сестры в том что бы ни один ответ для тебя не будет удовлетворительным потому что в мысли в мышлении не измерить жизнь жизнь она сама по себе жизнь это бог и просто соприкасаться с ним наполняться им это ответы на все твои вопросы это даже не то что дает тебе ответ на вопросы это сами вопросы снимает когда приходишь к Богу удивляешься как много у тебя было смешных вопросов которые смешны в его присутствии я очень бы хотел чтобы для каждого из нас 2017 год был годом удивительных ощущений соприкосновений соприкосновений с тем кто есть путь истина и жизнь и и и и и